Добрый день! А десять остальных в других городах. Вот интересные жребии. Мы знаем разные жребии, которые бросались для того, чтобы выяснить принадлежность. Тот, кто, например, совершил грех, как это было в истории с Аханом. Ахан тогда сказал Йошоу, а так рассказывает Гмаранам, что ты что, пытайся убедить меня, чтобы я признал свою вину. Причем это означает, что он будет казнен. Как и было сделано, его забили камнями. Ты хочешь, чтобы я на основании показаний жребия, которые не являются прямым указанием и прямым доказательством моей виновности, хочешь, чтобы я это все признал? И тогда Йошоуа сказал Ахану, я прошу тебя, ты знаешь, что ты виновен, признай вину, ибо если ты сейчас попытаешься отрицать ее, этим ты сможешь бросить тень на будущий способ разделения, деления земли Израиля, захваченной. После входа они только что вошли в святую землю, им еще придется семь лет воевать, потом семь лет делить. Так вот, ты сейчас этим бросишь тень, и для многих это будет возможность для того, чтобы оспаривать, опять же, праведность и верность подобного способа выяснения какой-то истины. И Ахан признал вину, так известно, Алейну Лешабеах первую часть написал Йошоа Бенун. Вот это отдельная молитва, это часть молитвы, в каждой молитве мы ее произносим, но на самом деле она считается автономной отдельной молитвой, которую добавляют до Шахарита Минхи и Маарива. И там первую часть написал Йошоа Бенун, а вот вторую часть написал Ахан, и в первых словах как раз последние буквы, первые буквы трех слов, поэтому мы надеемся, это и есть заглавные буквы этих трех слов, и есть имя Ахан. Так вот, здесь жребий был немножко другой, жребий, который обязывал людей, здесь не выяснялась истина, выяснялась, то, кто будет, кто получит наказание, не жутко это слушать, наказание переживать в Иерусалим, на постоянное место жительства. Дело в том, что в Иерусалиме, как мы уже знаем, не хватало людей, и несмотря на то, что второй храм уже был запущен и введен в строй, и проводились молитвы, жертвоприношения, тем не менее, людей не хватало, город был пустынным, и вот сейчас, когда завершили строительство, залатывание тех пробоин, тех дыр в стенах за течение 52 дней, теперь начинается новый этап. Эзра вводит, и Михаил вводят новое постановление, на основании которого все поселения должны бросить жребий, и каждый десятый должен будет прийти, то есть такая десятина отделения Маасера Человеческого переехала, так вот, каждый десятый из поселений этих, каждая десятая семья, ну, в общем, как-то это все было улажено, каким образом каждый десятый должен был переехать на постоянное место проживания в Иерусалиме. Сегодня это видится немножко диким нам, это мечта каждого жить в Иерусалиме, и это не каждому доступно, потому что очень дорого и мало новостроек, территорий мало. Ну вот здесь, здесь была такая другая, были времена, когда была и другая ситуация. Стих второй. Благословил народ всех людей, которые по своей доброй воле согласились жить в Иерусалиме. Идет речь о людях, которые откликнулись на призыв и даже не по принуждению, не добровольно, принудительно по указанию жребия, а самостоятельно решили переселиться. Это означает, что люди должны бросить насиженные места, земли в Иерусалиме нету. В Иерусалиме, как известно, вообще генот, палисадники не обрабатывались, их не существовало по разным причинам. Наши мудрецы в Мишнайот, говорят в Тарот, говорят, что несколько вещей не делалось в Иерусалиме, не сажались деревья. Почему? Потому что дерево, оно и может обладать огромной кроной. И если коин проходит под деревом, например, известные, ну, дубы здесь не растут. Я вот был в городе Бейтар, и там местные, в гостях, в нескольких минутах езды от Иерусалима, так там местная мэрия распорядилась посадить дубы, и ты идешь, смотришь, аллея дубов по одной улице, посадка, и они метра полтора-два, ну, по-моему, не выше двух-трех метров высотой. Есть маленькие желуди, настоящие, настоящие листья дубовые, но они не вырастают больше, потому что климат или вот горные условия не подходят для того, чтобы они нормально развивались. Но есть другие деревья, которые здесь хорошо растут, и они могут обладать огромной кроной. Соответственно, когда человек проходит под ветками, которые разбрасывают свою тень и проекцию на большое расстояние вокруг себя, несколько десятков метров это могло быть. Также у нас в моем городе был такой знаменитый уже высох запорожский дуб, 700-летний, у него 50 метров была крона, по разным предположениям ученых в юности ему снесло молнией верхушку, и поэтому его ветки пошли в сторону. Там только ствол один настолько толстый, что 10 человек было не... Он до сих пор стоит высохший, одна ветка, по-моему, еще живая. 10 человек должны были взяться за руки, чтобы по кругу потом обхватить этот ствол. Так вот, какая проблема в таких огромных деревьях? Когда коины проходят и, например, есть дохлая крыса или какой-то кусок чего-то мертвого, даже человека, может быть, кость с оставшейся еще плотью, каким-то образом попавшей. Ну, возьмем просто самые простые ситуации, которые могут быть распространенные. Кошка сдохла и где-то там находится в кустах или в этом районе, так она, находясь под этой кроной, получается, что тума распространяется как под потолком в любом помещении, по всему периметру, по всей площади, и тума опускается вниз, и, соответственно, коин, который там проходит под этим деревом, он становится затумленным, заметемеото, становится нечистым. А в Иерусалиме коины как раз были в большом количестве, и если они были не местные, так кто-то местный, а кто-то был из окрестных городов, как мы сейчас будем читать в следующих стихах, они постоянно, там были смены, которые менялись для служения в храме, и, в общем, понятно, какая проблема. Также у левитов та же проблема, левитов было еще больше, которых использовали для служения в храме. По этим же причинам не строились балконы, там используется греческое слово, «гзустроот», если я не ошибаюсь, в Мишне, имеется в виду балконы. Опять же, та же проблема, если балкон большой и длинный, на протяжении, были, помните, в советских домах, когда здесь в Израиле в основном дом с одним подъездом, один дом, один подъезд, один вход, а в Советском Союзе были дома, я знаю, одного знакомого в Минске, из Минска, который здесь познакомился с другим евреем, с которым они жили в одном доме в Минске, и там, по-моему, 11 подъездов было, или 100 подъездов, я не помню, что он рассказывал, но, в общем, там с километра было, они не были знакомы там, потому что было, ну, расстояние в километр между ними, как разные кварталы, здесь они в Израиле познакомились, жили в одном доме в Минске, не были знакомы, так вот, балконы также не выносились, не строились, все, сукот, наверное, те, у кого были двухэтажные или больше дома, делали их на крыше или на тротуарах на улице, не возделывались генот, то есть, палисадники, не было, как сегодня, трава, можно сделать, посадить цветы, потому что, для того, чтобы трава, дерн нормально рос, или другие какие-то, может даже люди могут выращивать что-то в своих палисадниках, съедобное, съестное, так вот, для этого нужно, нужно удобрение, а удобрение, это в те времена, еще пестициды, гербициды, я думаю, не производились, а просто брали навоз, навоз, он тоже сам по себе не очень чистый, хотя это все и является продукт жизнедеятельности коровы или других животных домашних, которые, в общем-то, кушают траву, но там обычно в этих мусорных, в этих отстойниках, куда собирались эти отходы, могли также попадать, опять же, какие-то элементы умерших животных, сдохших животных, да и поэтому, опять же, человек пытался разбросать навоз у себя для лучшего взращивания каких-то плодов, каких-то растений, и это, опять же, получалось, что он добавлял туму в Иерусалиме, не было могил в Иерусалиме, кроме могилы царя Давида и пророчицы Хульды, имеется в виду не Иерусалим сегодняшний наш, а рамки границы старого города, который вот они сейчас освещают, то есть, современный старый город, Ир Давид, может быть, еще рядышком там вниз идет в долину, но не более, потому что сразу же за, если мы стоим перед котелем, перед стеной плача, то и смотрим на восток через храмовую гору, там находится Масличная гора, на которой находятся десятки тысяч еврейских могил, многих еврейских праведников, то есть, это уже за границами того Иерусалима, о котором идет речь здесь. Таким образом, подобными постановлениями поддерживалась, увеличивалась святость Иерусалима, и также интересное замечание делают наши мудрецы. Здесь сказано так, в третьем стихе, а вот главы страны, что жили в Иерусалиме, в городах иудеи, каждый жил в своем поместье, в своих городах, израильтяне, то есть, простые евреи, обычные евреи, священники, коэны, левиты, подданные, и потомки рабов Шламу, подданные, это нети ним, опять же, гивоним, о которых много-много раз мы говорили на протяжении книги Эзра и Нехемии, что они вернулись, те гивоним, гивоняне, настоящие потомки настоящих кнаонейцев, которые не честным путем остались, вытащив из Йошуа ложным образом вытащили из него обещания, клятву, и были вынуждены евреи по приказу Всевышнего оставить их в среде Израиля, они причинили много вреда, много несчастья еврейскому народу, Давид добавил на постановление запрещающее даже через века, через поколение, даже если они продут гиур, принимать их народ Израиля, но, тем не менее, люди эти прожили сотни, потомки и редкие их прожили сотни тысячи лет в Святой Земле, теперь они ушли в изгнание и хотят вернуться в землю, которую также они считают своей, и вот они пришли сюда и расселились, вернулись вместе с другими евреями. Стих 4, и жили в Иерусалиме некоторые из сынов Иуды и сынов Бениамина, это понятно, потому что Иерусалим делился между двумя коленами, основная масса территории принадлежала колену Иуды и часть принадлежала колену Бениамина, а территория колена Бениамина протягивается от Ерехов, чуть севернее границ, северных границ Иерусалима и протягивается вплоть до Мадииновских гор или холмов, как они называют, где сегодня находится город Мадиин, Мадиин-элит, он же Кириат-Сефер, где я проживаю, то есть это была самая маленькая территория, самая маленькая площадь из всех колен, но они прикасались как раз Иерусалима и на Храмовой горе проходила граница между Бениамином и между Иудой и Святая Святых как хорошо всем известно находится на находилась и находится на территории колена именно колена Бениамина. Сама Храмовая гора есть спор между нашими мудрецами, если делилась или нет или там сказано в конце книги пророка Шмуэля второй части о том, как Давид взыскал, собрал с каждого колена по пятьсот шекелей серебра, золото, есть расхождение между книгой пророка Шмуэля и между Деврея и Амим что он собрал и за эти деньги он приобрел у Горен или всю весь холм не только гумно, а равна Айфуси. Был там герцедек по-видимому принадлежащий к Филистим... изначально по своему этносу он принадлежал к филистимлянам. Он прошел Геюр, проживал там и остался под нашей властью. Есть мнение, что не прошел Геюр, что был Гер Тошав, праведный не еврей, который просто жил по законам Ноаха, исполняя семь заповедей Сыновей Ноаха. И Давид приобретает у него храмовую гору. И с тех времен Иерусалим принадлежит всем, или точнее храмовая гора. Дальше. И жили в Иерусалиме некоторые сынов Иуды, сынов Бениамина и сынов Иуды Ат-Тайя бен Узия бен Захаря бен Амаря бен Шфатья бен Маалалейл из потомков Переца. Кто такой Перец? Как мы поем? В Алиад бен Ишай бен Бен Парци где-то в Леха Дуди Ишай был отцом Давида, а Перец был отцом Ишая. Вот потомки царя Давида прямые также упоминаются здесь в списках и простите меня, но я зачитаю списки, сухие списки имен, но раз наши праотцы наши великие а эти строки принадлежат Перу Нехемии, если он решил, что эти имена нужно записать, так вот давайте мы отдадим честь тем великим, которые подвижникам, которые буквально поднимали цели, ну, как ни страшно говорить так, называть наш Святой Иерусалим. Пятый стих Всего потомков Перца 468 воинов, живущих в Иерусалиме, имеется в виду храбрые мужи, в плане духовного, люди, которые готовы идти на какие-то пожертвования ради будущего и ради святости Иерусалима, А вот сыны Бенямина Салу Бен Мишулам Бен Йоэд Бен Бдая Бен Колая Бен Масия Бен Итиэль Бен Ишая А за ними Габай Сегодня очень распространена фамилия марокканских евреев Габай Габай это служка в синагоге Староста Салай 928 воинов опять добавлено И поставлен над ними Йоэль Бен Зихри Айеуда Бен Асенуа Помощник начальника и священника Ведая Бен Йоарив Йо Ярив Яхин Срая Бен Хилкия Бен Мишулам Бен Цадок Бен Мирают Бен Ахитув Глава Дома Божьего Стих 12 И братьевых Выполнявшие Работы В храме 822 И Адая Бен Йорам Бен Пелая Бен Амци Бен Схаря Бен Пашхур Бен Мат Кия И Брат Его Главы Семейств 242 Обратите внимание Нет практически имен Которые сегодня встречаются Если тут Мишулам Будет у нас Или уже был Мишулам Еще встречается И Поставлен Над ними Звади Эль Потомок Великих А Из Левитов Шмая Бен Хашуб Бен Азрикам Бен Хашав Бен Буни Ашаб Тай И Йозавад Из глав левитов На внешних работах Храма Божьего 17 стих И Матанья Бен Миха Бен Завди Бен Асав О Уже чаще Встречающееся Имя Завди Есть Фамилия Такая Глава Начинающего Благословения В молитве Второй Бак Бук Из Братьев Его Бакбук Это Бутылка Не просто Так Называется Напоминает Когда Вливается Вода Получается Он издает Такие звуки Бук 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 Избратьев Его Айавда Бен Шамуа Бен Галал Бен Гедутун Что здесь Упоминается В этом 17 стихе Певцы Певцы То есть Произносились Молитвы Ведь Сейчас Введено Постановление О молитвах Раньше Как мы Также Несколько раз Упоминали Приводили Рамбома Который Пишет Что Вплоть до Разрушения Первого храма Или до Возведения Второго храма До эпохи Эзри Нехемии Евреи Не молились Постоянно Молились Постоянно Еще и как Молились Но не было Единого Нусаха Не было Какого-то текста Установлен Нашими Мудрецами Не было Обязанности Молиться Количества Не было указания Сколько раз Евреи должны Молиться в день Каждый В соответствии Со своими Позывами Своего сердца Своей души Желанием Пожеланием Потребностями Есть просто История Учится Обязанность Молиться Сколько Даже один раз В день Сколько слов Самая короткая Молитва Сколько мы знаем Три слова Четыре слова Сколько Анашем Ну Моше Когда молился За Мирьям Когда она Оказалась Прокаженной За него Рфа На Ла Рфа На Ла Три слова Всевышний Излечи ее Пожалуйста Вот И человек Вышел Своей обязанности Прознесить молитву Тот Кто хочет Может стоять Часами молиться Как была история Рассказывали Не знаю Это шутка Или Быль Один хасидский Рэбе Как известно В хасидских Хугим В их Группах Рэбе Ему Отдается Очень большое Уважение И полный Идбатлут Полный Идвикут Прилепливание К нему И хасиды Очень прислушиваются К его мнению И выполняют Все его приказы Так В одном Хасиду Рэбе Подозвал Одного Из своих Хасидов Не знаю Что он знал О нем Или Просто он Выбрал Может быть Было Груа Хакойдыш В общем Он Подозвал Его к себе И Говорит Смотри Сейчас начинается Минха Не после Минха Сейчас начинается Минха Это последняя Минха В твоей жизни В общем Заканчивается Минха Все ушли Хасид остался Все еще стоит В молитве Готовится Отходить В мир Который Шекулотов Который Весь Одно Блаженство Час прошел Два прошел Уже Настало Время Вечерней Молитвы Он По-моему Помолился Уже Вечернюю Молитву Проходит Мимо Ревера Подзывает Его К себе И говорит Молись Вот так Всю жизнь Свою Проживешь До Очень До старости До глубокой Старости Действительно Прав Если бы мы знали Если бы все Ко всему К исполнению Заврения К своей жизни Ко всему К нашим молитвам Подходили Вот именно С такой Кованой С таким Рвением С такой Горячностью То Наша жизнь Была бы лучше Была бы другой Как-то рассказывали То же Что в Швейцарии Рафаэль Ойрбах Рассказывал Что его отец Который был В Швейцарии Встретил Встретил Одного человека Который Бежал На молитву Ему был возраст 130 Не знаю Как он мог бежать Но в общем По его движению По ходьбе Было видно Что человек Напрягается И спешит В 103 года Он спешил На молитву Спросил Араби Да Ну что Уважаемый Еврей Дорогой Ну что Ты 103 года Прожил Ты бежишь Так Как будто Что такого Сколько молитв Ты молился В своей жизни Он говорит Ты знаешь Минху Сегодняшнего дня Я еще Ни разу Не молился Вот это подход Вот это вот Так вот Молитвы Как мы сказали Были не обязанностью А Разрешенной Опцией Но теперь Они введены И Начали евреи Молиться Во время Жертвоприношений На самом деле Комментаторы говорят Что и в эпоху Первого храма Когда молитва Не была обязанностью Обязанностью Постоянной Как мы сказали Со всеми необходимыми Параметрами И указала И законами Но В храме Во время Жертвоприношений Произносились Не только песнопения Но и молитвы В Нусах Я не видел Какой текст Говорился Я знаю Что есть благословения И Вот Мы видим Что были Певцы 17 стих Еще раз Аматания Бен Миха Бен Асбен Завди Бен Асав Глава Начинающих Благословения В молитве Те которые Начинали церемонию Жертвоприношений 18 стих Всего левитов В святом городе 284 Немного Левитов Не семей левитов Их Истражи ворот Акув Толмон Братья Их Охраняющие ворота 172 человека Нужно Нужно меняться Нужно Должны быть Смены Людей много А прочие Израильтяне Священники Левиты Во всех Городах Иудеи Каждый В своем Уделе 21 стих А подданные Живут В Офеле И над подданными Поставили Циха И Гашпа И имена Какие-то Странные Ну и мы Говорили Что-то Такие Подданные Нетиним Гивоняне Интересно Есть Медраж Я вспоминаю Медраж Таилим Что Говорится Что Гивоним Наха Значит Когда Всевышний Придет Пошлет нам Избавителя Да будет Это В ближайшие Дни В ближайшее Время И Будет Наведен Порядок В мире То Все Исцелится Знаете Есть Уишаяу Кажется В 13 Главе Где Говорится Что Пророк Ишаяу Что Будут Исходить Воды Из Пресная Вода Сладкая Вода Питьевая Вода Пойдет Из Мифтана Из Порога Храма Храмовой Горы И Это Будет Признаком Того Что Начинает Мир Излечаться Из Литропод Мир Излечится И Воды Эти Дойдут До Вод Соленых И Сделают Тоже Пресными То есть Даже На уровне Практическом Питьевая Вода Станет Во всем Мире Вода Непригодная Для питья Станет Питьевой Но Главным Образом Идет Речь Разумеется О духовном Духовном Исцелении Когда Все Станет На Свои Места Когда Зло Будет Повеждено И Практически Полностью Уничтожено Потому что Война Гога и Магога Мы не изучали Здесь Ни Хискеля Ни Захарию Основные Того Как Придет Машиах И Поставит Весь Мир Перед Фактом И И Справит Весь Мир Когда Всем Будет Очевидно Где Истина А где Ложь Кто Прав И Кто Неправ Даже После Этого Еще Поднимутся Некоторые Народы И Придут Воевать Против И В этом И Будет Выражаться Это И Будет Апофеоз Как Всей Войны Противостояние Добра И Зла Так Вот Сказано Что В конце Дней Всевышний Излечит Всех И Все Водами Которые Будут Исходить Из Храмовой Горы И Кроме Нахаша И Кроме Гивуни До Такой Степени Они Нечестивы До Такой Степени Они Неисправимы И Вот Нечистоты Эти Жили Среди Нас Находились Среди Нас Среди Наших Пратцов На протяжении Шли в изгнание После второго храма И Наверное Остались А может быть Уже Без Без Наличия Контроля При Отсутствии Контроля Центральной Власти Духовной Возможно В разных Общинах Они Просто Перемешались Все таки Почти Евреи И Соблюдают Все И были на службе В храме Водочерпиями И Дрова Они Заготавливали В общем Кроме Нахаша Кроме Гивуни Вот такой Медраж Тейлим Алев На самый первый Тейлим Самый первый Псалом 22 стих Остаршина Для витами В Русалиме Узи Бен Бани Хен Хашавья Бен Матания Бен Миха Из сынов Асафа Певцов Назначены Натработав В храме 23 стих Иба Дан О них Приказ царский И пропитание Для певцов На каждый день Птахья Бен Мешей Завейль Из сынов Зерах А сына Иуды Опять Зерах Это Иудей Зерах И Перец Это два сына Иуды Были при царе Для ведения Всех дел народа А в открытых городах На полях своих Жила часть Сынов Иуды В Кириат Арба Хеврон И в ближайших селах В Дивоне И в ближайших селах В Екав Целле И в открытых городах Хацерот Это вот те вот Ареи Прозот Города Которые были Не обнесены Крикой Крепостной стеной Так их называются Ареи Хацерот Дома Города Составленные поселения Которые Просто их пересчитывают Сколько дворов Есть в этом поселении Стих двадцать шестой И в Ешуа И в Маладе И в Бейт Палете И в Хацар Шаули И в Бершеве И в ближайших селах И в Циклаге Циклаг Это здерот современный Ну По мнению Некоторых историков Религиозных Там На юге Это город Который был Дарован Давиду Несмотря на то Что Это уже Может быть Не территория Иудеи Это филистимские территории И поскольку Иудеи Их не захватили То Может быть И не осветили Но вот Циклаг Был подарен Давиду Тогда еще Царем Ахишем История описана В книге Шмуэль-Алев В первой части Книги Пророка Шмуэля И вот Он здесь упоминается То есть Он принадлежал Царским Царским семьям И в Мехоне И в ближайших селах И в Эйн-Римоне И в царе В Ярмуте Ярмут Сегодня Это река Один из самых Самых Самый большой Приток Иордана Реки Иордан Он впадает На севере Южнее Озера Кенерет Тибериадского озера После того Иордан Вытекает Из озера С востока То есть Сегодня он протекает На территории Иордании И Воды его Практически Не впадают В Иордан Потому что Полноводная река Не пересыхающая Потому что Иорданцы На своей территории Сделали Перекрыли Попадание воды В Иордан Чтобы евреям Не доставалось И провели Параллельный Открытик карты Сегодня легко Их найти Увидите Тоненький Шнурочек Синего цвета Который тянется Прямо Параллельно Реке Иордан То есть Вся вода Не попадает В Иордан А остается По этим Искусственным каналам Поступает Для Мелиорации Для сельского Хозяйства Иордании Но Не В общем Севереями Не делятся Возможно Этот город Находился там Я не проверил Сегодня есть карты Не успел проверить Если Ярмут Имеет отношение К тому поселу К той реке Ярмут Может он Ярмух вообще Слушайте Я тут вам рассказываю Не имеет отношения Никакого Тридцатый стих В Заноахе Адулами И в открытых городах Лахиши На полях его В Азейке И в ближайших селах И расположились Они от Берешевы До Гейн-Инома Гейн-Ином Гейн-Ином Ад То место Долина Недалеко от Иерусалима В которой Сжигались Жертвы Остатки жертв Вывозилась Зала Все это Дожигалось И соответственно Там был Постоянный Дым Гарь И вот Эти места Это место Так и Ассоциировалось С Адом На самом деле Наши мудрецы В Трахоте Эйрувин В 19 лист Первая страница Говорят Что это и есть Там не просто так Сжигались Эти остатки жертв А там и есть Врата Вход В Гейн-Ином В Ад Что у нас еще Можно сказать На эту тему 31 стих Последний Последний стих Нашей Одиннадцатой Главы Асыны Бинямина От Гевы Михмас Современное Поселение Сегодня Если я не ошибаюсь Вот Наша организация Толтыш Рун Ее возглавляет Основал И возглавляет Уже много лет Аврам Коин Вот его Тесть и теща Живут где-то там На Михмасе Ма-ле Михмас Мухмас Арабы называют его Потому что там Арабская деревня А где-то рядом Расположены Несколько еврейских Поселений Это поселение То есть на арабских территориях В Иудеи Но совершенно Очень близко Очень недалеко От Иерусалима По дороге на Ерехо По дороге на Ма-ле Адумим Религиозные сианисты Там проживают 32 стих Анатод Нов Ананнея Анатод Он же Нов Это место Город Коаним Оттуда Это Хизма Сегодня арабская деревня Хизма Ее видно Из еврейских Огромного квартала Или огромного Огромных Районов Иерусалима Восточных Еврейских Невеяков Пизгадзеев И вот Из некоторых Кварталов Пизгадзеев Которые Располагаются На красивейших Холмах Видна Пустыня Иудейская И там Находится Деревня Хизма И вот Она и есть Она тот Если я не ошибаюсь Это город Пророка Ирмияу Город Коинов 33 стих Хацор Рама Гитаим 34 Хадид Своим Невалат Лод Ионо Гей Ахарашим Ахарашим Долина Лесов А левиты На отдельных Участках Меж Наделов Иуды И Биньямин Так Закончили 11 главу Давайте приступим к главе 12 Опять Будет много Имен Некоторые Стихи Но мы Все будем Зачитывать А вот Священники Левиты Которые Поднялись В Иерусалим С Рубавелем Сыном Шалтиэля И Шуей Срая Ирамия Эзра Амарьям Малух Хатуш Шханья Рехум Мреймот Идо Гантой Авиай Миямин Мадая Бильга Шмая Йориф Йедая Была известная Смена Целое Семейство Бильга Упоминается В Кенот На 9 Ава Салу Амок Хелькия Йедая Это главы Священников И братья Их Во времена Иешуи А левиты Иешая Бинуй Кадми Эль Шерай Вая Иуда Матанья Что Для хвалебных Песнопений Он и братья Его А Бакбукэя Иуни Братья В единственной Главе Были против Них На смену А Иешая Родил Йоакима Йоакима Родил Элья Шив Элья Шив Не евреек Но было Все Налажено Все Эзра Все Поставил На места Говорим Иоакима Глава Семей Были Священники Израя Израя Мрая Ирмия Ханая У Эзры Мешулам И у Марии Йоханан Йоханан И Мелиху Йонатан Шванья Йосеф У Харима Адна И Меройота И Хелькья И Ида Захарья И Генетона Мешулам Мешулам Который я обещал Есть у меня знакомый Хороший сейчас Украина Из Одессы Поднялся Рэб Мешулам Приехал в Израиль Жить Сейчас будет Будет много Интересного Дочитаем У Амока Эв Эйвер У Хилькья Хашавья У Еда И Левиты Элья Шив Опять Элья Шив Йода Йоханан И Ядуа Их главы Семейств И священники Записаны Были во время Царствования Дарьявы Шаперасидского А потомки Леви Главы Семейств Записаны Были в книге Летописи До времен Йоханана Сына Элья Шива А главы Левитов Еще два стиха Терпение Матанья Багбукея Овадья Мешулам Талмон Акув Стражи Сменные стражи У входа в ворота Эти были во времена Йоакима Бен Йошуя Бен Йоцадака Во времена Нехемии И наместника Эзры Священника Песца А во время Освящения Стены Иерусалима Разыскивали Левитов Во всех местах Их Чтобы привести В Иерусалим Совершить Освящение И веселье И принести Благодарственные Жертвы И песнь И петь С цимбалами Арфами И кенорами Ну цимбалы Я не знаю Если они соответствуют Современным цимбалам Это струнноударный инструмент Насколько я знаю Цимбаларь Это тот человек Который Бьет Такими Палочками По-моему Там вообще Какие-то Мягкие На концах Шарики На концах Палочек И вот таким образом Производится Игра На этих Я не знаю Если это соответствует Какие-то струнные инструменты Понятно Есть лира Есть арфа Есть цимбалы Ну Все это Имело отношение к работе левитов И сам этот 27 стих Начинает очень важную Интересную тему О освещении стен То есть Эзра совершил Интересное действие Кроме Тех постановлений Которых мы читали В 9-10 главе Множественных постановлений Важных для всего народа Израиля Была сделана еще одна Было введено еще новое Постановление Нововведение Осветили стены Причем с добавлением Каких-то территорий Это не Та территория Соответственно Современные стены Вокруг Иерусалима Старого Старого города Это не совсем Та часть Которая была построена Еще Царем Соломоном А эта часть Которая была обновлена Там было сделано Добавление Были В общем-то Это было сооружение Фортификационных Каких-то Зданий Для того Чтобы легче оборонять С одной стороны Где Иерусалим Был наиболее уязвим Потому что С южной стороны Ну наверное Кто был Большинство Кто смотрит наши уроки Наверняка Надеюсь Были возле Попуду Возле стены плача Возле храмовой горы И Вход сегодня Центральный Можно пройти Через Иерусалимско-армянский Квартал Касаясь Армянского квартала И пройти Через Живописные улочки Древние Древнего города А можно Напрямую Подъехать На автобусе И там Есть центральный вход С юга Храмовой горы Куда ты Входишь Сразу же На площадь Если Вот вы Входите На площадь Справа Находится Храмовая гора Так вот Это южная часть Иерусалима Южная И восточная Части Они Их Окаемляют Окаемляют Долины И они были Достаточно Неприступны И стены там Очень высокие Крепостные А вот Северная часть Там тоже Неплохое состояние Всего Но То что касается Западной части Откуда мы приходим Обычно Со стороны Мэрии Города Иерусалима Со стороны Улицы Яфо Со стороны Если я не ошибаюсь Музея Рокфеллера Там Даже Холмы Которые Или холмы Ты подходишь Ты спускаешься К иерусалимским стенам Получается Что даже На расстоянии Несколько Сот метров Уже простая земля На которой Стоит человек Она находится Даже выше Чем крепостные Стены Спустя Спустя Какой-то Небольшой Небольшой Покатый Холм И вот там Нужно было Добавить Стены И Эзра Постановил Что вот Эти добавления Они имеют Место И Вот та часть Которая была Добавлена На ней Также Можно было Что делать Давайте вспомним Важный момент Аллахический Кроме того Что у нас есть Важность Имеется важность Для спокойствия Проживания Спокойного проживания Людей на территории Этого города Старого На территории Иерусалима Тогдашнего Для того Чтобы не могли Гои прийти Разные Недоброжелатели Еврейские Которые были В то время Прийти И помешать Жизни Нормальной В Иерусалиме Так вот Еще И здесь Были две Аллахи Важные Которые Можно было Выполнять Только тогда Когда Иерусалимские Стены Существуют Они Все дыры Пробоины Залатаны И Что это за Аллахот Кочимкалин Есть вид Жертв Которые Кушают Можно кушать Только внутри Стен Старого города Внутри Стен Иерусалима Не храма Можно за территорией храма Но Внутри Иерусалима И Масаршини Масаршини Которая отделяется В один из годов Цикла Шмиты Семи лет И его Можно Принести Иерусалим И там Съесть Так вот Эта новая территория Добавленная Эзрой Она Также Подпадала Под статус На ней Можно было Есть Кочимкалин Или Халель Масаршини И это Странно Почему Странно Потому что Все Подобные вещи Освящения Храма Они должны Делаться Освящение Стен Крепостных Также При Присутствии Пророка Хорошо Пророки Есть Сангедрин Пророки Кто Три последних Пророка Которые Жили В эпоху Второго В начале Еще лет Сорок После Возвращения В Святую Землю И Возведения Второго Храма Хагай Захарю Малахи Он же Эзра Семьдесят Мудрецов Тора У нас даже Сто двадцать Есть Здесь Но Должен быть Царь И должен Должен быть Урим Витумим Урим Витумим Были Есть Мнения Но Они Не Работали Они Не Являлись Тем Тем Связующим Звеном Между Всевышним И Между Небесами И Нашим Миром Земным Они Не Работали Не Было Такого Пророчества Не было Такого Уровня Как Было Во время Первого Храма Тем Не Менее Эзра Сделал Это Освящение Стены Проводилось Чтем 28 Стих И Собрались Потомки Певцов С Равнины Что Вокруг Иерусалима И Сел Нетафы И Из Бейтгельгаля Из Полейгевы И Из Азмавета Потому что Певцы Построили Себе Открытые Города Вокруг Иерусалима Левиты Жили В этих Городах И Очистились Священники И Левиты Очистили Народ И Ворота И Стену Пепел Красной Коровы Мы знаем Говорили Целый урок Посвятили Этому Был Да еще Даже Пепел Той Коровы Красной Которой Первой Которой Сделал Еще Машер Робейну И он Остался Его Добавляли И перемешивали С Семью Или Восьмью Красными Коровами Которые Сделал Эзра Тридцатый Стих Прочтили Прочли Простите Тридцать Первый И Возвел я Стену И принес Две Большие Благодарственные Жертвы Для шествия Поверх Стены Направо К мусорным Воротам Поверх Стены Обратите Внимание То есть Таилет Прогулки По крепостным Стенам Это не Современное Изобретение А вот Уже Было Сделано И тогда Шествие Не вдоль Стены Внизу Или Внутри Города А именно По Самой Стене Теперь Здесь Из стихов Следует Что Шли Они В противоположные Стороны Вышли Две Здесь Благодарственные Жертвы Это на иврите Звучит Корбан Тода И что Это Такое Это Не Огнепалимые Но Не Животные Это Десять Хлебов В каждом Корбан Тода Есть Десять Хлебов Это Было Два Вида Почему Два Вида Один Корбан Тода Десять Халот Халы Были Сделаны Хлеба Которые Были Хамец Квастные Десять Были Сделаны Мацот Мацот Там Кажется Я не помню Какой был Вес В трактате Шавот Павелонского Талмуда Наши мудрецы Объясняют Что Это Были Две Благодарственные Жертвы Которые Были Сделаны Из Халот Хамец И Халот Мацот Как я Сказал Их Вес Был Исар 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 Это 4,3 Килограмма По одному Из мнений А А вот Поскольку Они Втягивают В себя Влагу Шмарим Что Это У них Есть Ну Шмарим Дрожжи Дрожжи То есть Микробы Которые Способны Самостоятельно Даже без Добавления Специальных Дрожжей Извне Любое Тесто Со временем Заквасится Со временем Через 18 минут Если его не остановить Выпечкает Так как это делается Хацот В общем Любая Буханка Она тяжелее Чем Мацот Понятно Чем просто Вода И Любая Буханка Квастного Хлеба Так вот Халот Халы Которые Были из второго вида Благодарственного Жертвоприношения Корбан То да Они были сделаны Как мацот И они соответственно Весили всего Три четверти Одного От Исара Одну четверть По моему Или одну треть Как говорят наши мудрецы Один и три килограмма Где-то От Тех Халот И вот Эти две процессии Вышли в противоположных Направлениях Куда они пошли И откуда они вышли Если кто представляет себе Хорошо Опять же Вот эти вот ворота Центральные Где входят сегодня На ворота искусственные Для полиции Для нас сделаны Проверка КПП Откуда мы входим На площадь Перед На пространство Перед стеной Плача Если Стать Лицом К котелю К стене Плача И пойти назад Вот там Вот есть Ир Давид Башня города Башня Давида И там находятся Мусорные ворота И вот Арцион Короче говоря Оттуда вышли Направо Они пошли В обратном направлении Это северная Это южная сторона Они пошли На запад Потом на север Потом по Северной стороне Соответственно На восток пошли А потом вернулись И сзади Есть ворота Которые сегодня Заложены Они не функционируют Золотые ворота Их называют Шар-Рахамин Там встретились Две процессы Потому что Вторая вышла В левую сторону Если смотреть По современной карте Современный город Взять То у них На три четверти Был Не на три четверти А в трое Короче был путь Чем у первой процессы Которая вышла Направо И обогнула Практически Все стороны Иерусалима И вот там Эти две процессии Встретились Теперь У нас есть Противоречия Здесь И стихов Следует Что они Пошли в противоположные стороны Наши мудрецы Говорят Что Шли Они параллельно Стены были Очевидно Широкие Сегодня Часть этих стен Да практически Все существуют И Знаете Я никогда не ходил Интересно подняться Ходил под ним Ходил изнутри Города Вот там вот Где На башне Давида Там наверное Можно где-то подняться И посмотреть Как это все происходило Вот теперь Это приобретает Очень интересный оттенок А теперь Я все это могу Все что мы учили Преподавали здесь Да можно теперь Пощупать своими руками И представить себя На их месте Как они шли Что они видели Как они Ощущали себя Они мы это Наверное вряд ли Можем представить Но может быть Так вот Шли они параллельно Две процессии Шли параллельно И непонятно Откуда наши мудрецы Это берут Откуда Очевидно Была традиция Или что-то толковали Не все Не все так поясняют Но опять же Есть главное Что между нашими мудрецами Их толкованием И стихами Есть противоречие Так вот Мальбин великий Он объясняет его Он говорит так Что Опять же Это гипотеза Это его предположение Поскольку Каждый из видов Тодам Курбан Тодам Благодарственная жертва Хлебная Огнепалимая Она состоит Из десяти хлебов Из десяти халот Буханок Не знаю Если это красивое Подходящее слово В данной ситуации И Их просто разделили Сделали Десять Взяла одна Процессия И пошла То же самое Сделали И те Кто Имел на руках Мацот Мацот Опресноке Так вот Десять Опресноков Взяли И также Отправили В одну сторону Как и Десять Квастных хлебов И десять Пошли в обратную сторону Получается Что Мальбин И этим И этим Дает Объясняют Что Была процессия И параллельно Шли по стенам От каждого вида Жертвоприношения От двух Жертв И Друг Напротив друга Друг Какого-то Объяснения Все Всевышний Указал Какому-то Из пророков Которые находились Там Во время Этой процессии Во время Этой церемонии И То что Осталось Было Съедено Что-то Сожгли Ну вот У нас Наше время Подходит К концу Я думаю Что можно Дочитать Двенадцатую Главу И Мы Байзрат Ашем В следующий раз В следующем уроке Приступаем К нашему Финалу Сколько мы Были Вместе Вот Тринадцатая Последняя Глава И Байзрат Ашем Будем Разбирать Ее Давайте Закончим Сегодня Двенадцатую Дочитаем И пошел Тринадцатый Тридцать второй Стихи И пошел За ними Ошея И половина Знать Иудеи И Азария И Эзра И Мешулам И Иуда Бен Ямин Шмая Знакомые Лица Ирбия И часть Молодых Священников С трубами Захария Бен Йонатан Бен Шмая Бен Матанья Бен Михая Бен Закур Бен Асаф И братья его Шмая Азарэль Милалай Гилалай Маай Нетанель О Сосед у меня Есть такой Мальчик Нетанель Сюда мама кричит Современное имя Используется сегодня И Иуда Ханани С музыкальными Инструментами Давида Человека Божья А Эзра Песец Впереди них И прошли они У ворот Источника Шарамай Источник Кедрон Долина Кедрон Это уже Восток Это уже Восток Чуть не выпалил Из себя Тыльная сторона Храмовой горы Это мы сегодня Находимся Котель Стена плача Это тыльная сторона Заходили Центр был Вот оттуда Потому что Эйхаль Открывались Ворота И как раз Лучи солнца Первые должны были Попасть Внутрь храма Как раз С востока Для нас Сегодня Ощущение такое По привычке Мы приходим Вот это вот Для нас в центре Это все Что у нас осталось На самом деле Тыльная сторона То здесь Со стороны плача А не с востока А вторая Благодарственная жертва В противоположном направлении И за ней Вот эти стихи Из которых следует Противоречие С высказыванием Поясним наших мудрецов Мнение Романа Нахмана В трактате Шавуот Страница 15 И 16 Лист 15 и 16 И над воротами Фраима И над старыми воротами Над рыбными воротами Над башней Хананеля И над башней Сотни Вот это вот Меонем Я как-то проезжал В Тель-Авиве 20 лет назад Был у своего Знакомого Хорошего С которым познакомился В Запорожской Синагоге Он женился На еврейке местной Из Израиля Правда уже И приехали посетить Своих родителей Он был израильтянин Потом я Религиозный человек Я по-моему Пригласил меня к себе В Тель-Авив И когда я ехал С ним на автобусе Кайстр 64 Он идет Или 54 Он идет В Найбрак Мы увидели здание Черное здание Очень высокое Небоскреб 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 Насколько я знаю Это после 40 этажей Начинает считаться И он стоял Обособленно Не в тех районах Где центр Где алмазная биржа Рамадган И вот на нем Он был еще скошен Вот таким образом Как вы знаете На 1 мая И праздники Рахмана Алислана Вот такие вот Единицы скошенные Были такие толстые Так вот таким образом Он стоит И был обшит Черным или каким-то Коричневым мрамором И на нем Было написано Бинян Гамеа Я спросил его Что Ну ах Скажи мне пожалуйста Что это за За здание Почему оно так называется Огромная буква Он высказал предположение Наверное Архитектор Когда строил его Ему уже Много десятков лет Этому зданию Тогда оно было Очень монументальным Очень большим И таких зданий Было немного И он решил назвать его Ага Меа Меа Это столетие То есть Вот это здание Ага здание Одно из важных зданий Которые построены В 20 веке В Тель-Авиве И вот так С этим я жил По сегодняшний день С этой ошибкой Вот здесь у нас написано Что есть Бинян Гамеа Какое объяснение Я не знаю Может оно посвящено Сотне каких-то бойцов Которые там погибли В одном из сражений Но вот слово Бинян Гамеа Оно существует Вот у нас В книге Книге Нехемии 40 стих И остановились Обе благодарственные Жертвы В храме Божьем И я И со мной Половина главных Главных кто? Глав народа Духовных Не А священники Трубили в трубы А также Запели певцы Трубы были серебряные Об этом говорится В книге В книге Где-то В книге Вамидбар Рассказывается о том Как было приказано Сделать две серебряные Трубы Моше И вот Когда беда приходит Война приходит Трубят не в шафар А трубят в трубы И также Когда Бывают Вот такие церемонии Важные Торжества Освещение Стены Иерусалима И назначены были В тот день Люди старшими Надкомнатами Для складоприношений Первых плодов Десятины Чтобы собирать туда С полей и городов Долю назначенную Торой для священников и левитов Потому что радостью было Для иудеи Что священники и левиты Снова служат в храме Не будем уже повторять В сотый раз Или в десятый раз О том Как Что Что это за помещение Как Эзра ввел постановление Что все трумотума Срод приносятся в храм Чтобы выдавалось Только Чтобы получали только те Кто готов служить в храме Коины и левиты И соблюдали 45 стихи И соблюдали они Служение Богу И службу чистоты А певцы и стражи Ворот служили Как завещал Давид Сыну своему Шломо Ибо во все Ибо во времена Давида и Асафа Который изданно Возглавлял певцов Стали исполнять Хвалебные И благодарственные Песнопения Богу И весь Израиль Во времена 47 последний стих 12 глава И весь Израиль Во времена И во времена Нехемии Отдавал долю певцам и стражам Ворот ежедневно И отдавали Святой левитам А левиты отдавали Сына Маарона То есть Трумат Маасер Трума достается левитам Маасрод достаются Коинам Но еще левиты Отделяют от той трумы Которую получили Трумат Маасер В общем там Не сложная схема Но Что еще можно добавить У нас есть несколько минут Что они произносили Все время Во время Этого похода Этой процессии Которая шла вокруг По всему периметру Обходила Стены Святого города Иерусалима Города Давида Они произносили Четыре Четыре вида Псалмов Значит Первое Что у нас было Я где-то Выписал Сотый Первый сотый Мизмурля туда Сейчас же они Несут Благодарственные жертвы Туда Корбан туда Азмизмурля туда Куф Таилим Куф Или сотый Псалом Потом произносили Ханукатабайт Тридцатый стих Тридцатый Псалом Ханукатабайт Ханукасабайт Потом Садик Алиф Девяносто первый Йошев Бесетер Эльон Как бы Всевышний Находится На небесах Но здесь Здесь В этом месте Единственное место На земле Где Есть Ценор Где есть Тот Тот канал По которому Снисходит Божественное Благословение И изобилие На нашу землю И заканчивали Ма Раву Царай Гимель Третий Псалом Аля Афшалом Когда Давид Убегал И произнес Его Сочинил его Вознес Всевышнему Когда он Уходил От преследования Афшалома Покидая Святой Иерусалим Когда его Сын Афшалом Поднял Против него Бунт Который Продлился Полгода И тогда Давид Произносил Разные Благодарил Всевышнего За те Несчастья Которые Посылают На него Величие Давида И как известно Тогда Давид Стал Говорят Наши мудрецы Второй Санедрин Что тогда Давид Стал Четвертым Колесом Колесницы Всевышнего Наравне Наряду С нашими Пратцами Основателями Народа Израиля Авраам Ицхак Иаков И Маравуцарай Как Велики Мои Несчастья Почему Они Говорили И этот Добавили И этот Мизмор Тейлим И этот Псалом Потому что Они постоянно Находились В состоянии Войны В состоянии Опасности В состоянии Даже когда Не было проблем Со стороны Неевреев Которые Тех народов Которые окружались В основном Самаритяне И пытались Помешать На нормальной Еврейской Жизни В храме И Функционирование Его Была еще Просто Бедность Небольшое Количество Народа Соответственно Торговля Не очень Хорошо Идет И все Остальное Но Тем не менее После этого Они Вознесли Восхваление Всевышнему Смотрите Давайте вернемся 43 стих Обратите внимание И Принесли В тот день Многочисленные Жертвы И Веселились Ибо Бог Порадовал Их Великой Радость Веселились Также Женщины Дети Постоянно Повторяется Великая Радость Великая Радость Великая Радость И было Слышно Мейрохок Мейрохок Слово Мейрохок Это Издалека То есть Далеко За Стенами Евреи Слышали Крики Радости О том Что Завершено Строительство И не только Строительство Возведение Крепостных Стен Вокруг Иерусалима И еще Их Осветили Что Теперь Создает Впечатление Объективное Того Что Вот Есть Что-то Мушлам Есть Что-то Какая-то Работа Законченная И Что Теперь Мы будем Жить по-новому Ну Порадуемся Вместе с ними И С Божьей Помощью Следующее Занятие Мы Попробуем Завершить Изучить Этот цикл Уроков По книге Нехемии Книга Эзра и Нехемия И До свидания До новых встреч